Всем привет, привет! Ну вот, девчата, пришло время, когда в гипермаркетах начали продавать разную рассаду, разные цветы, розы и всякие другие растения. И как бы нам не ошибиться и купить то, что мы сможем вырастить ну сейчас, в данный момент или что-то передерживать нужно ну в общем, как не потерять рассаду которую мы могли бы купить сейчас в общем, не так много растений которые могут расти на наших подоконниках нужно все-таки специальные какие-то помещения чтобы наши растения смогли сохраниться до весны это представьте, февраль, март, апрель, май это два месяца нам надо где-то передерживать растения я сразу скажу о растениях, которые мы можем, сможем да, как бы без особых потерь сохранить до весны это лилии, хосты, клематисы ну вот эти растения, которые могут спокойно расти и на подоконнике, ближе, естественно, к окну так они нормально у нас вырастут и мы спокойно пересадим их в сад но очень многим растениям нужен холодный старт я и сама как бы много теряла растений когда пыталась вырастить там даже как сказать, на даче в прохладных условиях но все равно я не соблюдала температурный режим земли именно земли или мои растения теряли целый год они очень плохо приживались вот, поэтому сейчас я сделаю какие-то как сказать, поправочки в то, что я действительно могу купить а то, что купить не смогу так, значит, что такое холодный старт для растений для вегетации, наращивания корней что это такое? в общем, многим растениям особенно у кого мочковатая форма нужен холодный старт это когда растения, вот эти всасывающие корешки начинают очень рано вегетировать они вот начинают обрастать начинают вот эти белые корешки появляться но температура земли именно земли должна быть 3-5 градусов тепла вот представьте себе мы же если сажаем на подоконник там никак не может 3-5 градусов и температура должна колебаться даже до минус 1 там от плюс скольки-то там плюс 10 возможно до 0 они вот в таком режиме начинают работать вот какие растения как сказать вообще не рекомендуется сажать на подоконник или в квартиру это пионы потом что там бадан флокс эхиноцей морозник прострел колокольчики вероники анимоны акониты посмотрите какой большой да спектр которые в общем-то на подоконник садить не следует ну или в квартире в квартире да уууу я так также я в том году потеряла говорю эхиноцей она у меня начинает вегетировать и пионы начинают вегетировать но пионы как сказать они давали выгонку там зеленой массы только за счет своих каких-то накоплений да но корни как бы не образовывались и эхиноцея у меня слетела она зазеленела и все но как сказать корни не образовались и она погибла также вот пишут что остильбы они могут проснуться могут наращивать массу но например высаживая летом они могут все погибнуть так что же делать да вот как сказать многие значит берут большой объем какой-то земли садят ну вот например пиона садят его в большой объем земли и выносят либо на балкон либо в теплицу в общем в какие-то такие места где приближенные в общем к естественным природным условиям где плюс где минус также и другие растения лучше говорят посадить закопать снег также и растения которые ну там деревья кусты лучше передерживать все на улице в естественных условиях куда-то прикапывать они все-таки лучше и крепче будут так что вот такие вот дела я сейчас говорю буду очень аккуратно подходить к этому лучше купить меньше но как-то сохранить да естественно цены сейчас очень привлекательные но не закапывайте так сказать деньги в землю жалко растения ну вот на этом наверное все такое небольшое видео как и для себя лично что я тоже попадаю в магазин начинаю хватать все что мне нравится по картинке но это совершенно неправильный подход к этому все-таки давайте правильно рассчитывать свои силы и создавать растения подходящие условия ну вот на этом все вот такое небольшое видео это предостережение как себя так и вас и чтобы цветы наши радовали на этом все пока-пока и с вами была надежда